Меня зовут Юрий Якушин, многим знаком, и рядом со мной Леонид Корытьев. Я менеджер продукции компании Pimatico, продуктовая линейка E-Link VKS. Юрий инженер, пресейл по продукции VKS. Сегодня поговорим про новинки весны-лето продуктов E-Link VKS. Мы их немножко уже представляли в предыдущем нашем вебинаре, рассказывали, но с тех пор прошло много времени, мы получили гораздо больше деталей. Сейчас сможем точно уже совершенно рассказать вам про технические характеристики, про цены и, собственно, поделиться той радостной новостью, что в ближайшее время это все оборудование будет доступно со склада. Ну и расскажем не только про новинки, но и про то, как будет происходить плановая замена моделей старых на новые. У кого из вас есть проекты живые, я думаю, что эта информация будет тоже крайне полезна, крайне актуальна. Ну и в конце вебинара мы поговорим о новинках YMS, вышла новая версия 2.2, какой функционал долгожданный появился в нашем MCU программном. Ну и в конце отдельно сделаем анонс двух линеек продуктов E-Link, предназначенных для решений, использования вместе с решениями Microsoft Teams в Skype for Business и с Zoom. Так, нет звука, пишут нам. Ну, ты продолжай разговорить, я пишу ответ. Коллеги, напишите, пожалуйста, слышно или нет. А, есть звук, да? То есть это локальные проблемы у участника Виктора. Хорошо, тогда продолжаем, Виктор. Возможно, вам стоит там перезайти по той же ссылке. Тебя Виктор все равно не слышит, если у него нет звука. Перерегистрироваться. Вот такое содержание. Достаточно плотная у нас программа. Постараемся отвечать на вопросы по ходу появления, но темп сегодня будет такой достаточно жесткий, чтобы вложиться в отведенный тайминг. Наша картинка. Карта продуктов. Карта продуктов ВКС E-Link. Кто был на наших эпидарах, кто смотрел наши презентации, сможет заметить, что картинка немножко изменилась. Появились в верхнем разделе, там, где терминалы для групповой работы, появились новые картинки, новые конфигурации для ВИСи 800 и ВИСи 500. По-прежнему у нас остаются модели ВИСи 200 и ВИСи 880. С ними, в принципе, никаких изменений особых нет. Изменения также коснулись раздела аксессуары. Там появился планшет, появились новые устройства аудио, выводы и захвата звука. Ну и среди персональных терминалов появился ВП-59. Телефон, который пришел на смену, приходит на смену аппарату Т-49. Собственно, вот, по-прежнему в Я-Link есть достаточно широкий выбор решений, как для персональных задач, групповых задач, так и инфраструктурные решения с помощью ВИМСа. По-прежнему можно строить достаточно качественно и современно. Есть проблемы со звуком, что ли? Видео тоже нет. Если немножко по-другому изобразить предыдущую картинку, собрать терминалы и набор аксессуаров, отобразить в виде такого дерева, то видно, что выбор компонентов, выбор базовых конфигураций стал еще больше, еще богаче. Сейчас мы можем говорить о том, что базовые наборы у Я-Link могут решать практически любую задачу, любой задачи сложности, в том числе и попадать в достаточно широкий ценовой диапазон, то есть, как говорится, на любой вкус и кошелек. Красненькими в кружочках обведены те новинки, которые появились вот среди нашей линейки. Собственно, тут для удобства, скажем так, это сделано. Если вы в дальнейшем будете использовать эту презентацию для показов конечным заказчикам, то здесь вот сразу отмечено, что новенького у нас появилось, на что нужно обратить внимание. Дальше. Сейчас вот поговорим более подробно про терминалы и аксессуары, которые уже есть. Начнем с телефона, с ВП-59. Если до этого телефон Т49, он был, можно так сказать, два в одном, то есть, он одновременно был флагманом линейки телефонов Ялинка и одновременно был достаточно продвинутым персональным видеотерминалом. Причем, прошивка, вариант ПО был только один, то есть, телефон был в двух ипостасях. И в зависимости от сценария предполагалось, что пользователь будет применять либо тот, либо другой функционал без перезагрузки, без замены версии. В 1959 концепция производителя, я бы сказал, что очень сильно кардинально поменялась. При том, что внешний вид, дизайн у телефона остался ровно такой же, практически ничего не поменялось. С расстояния, ну не знаю, четырех метров два аппарата выглядят, скажем так, абсолютно идентично. Вот с функционалом тут совершенно другая история. Мы, когда получили дата-шиты, начали сравнивать старую модель с новой, выяснилось, что не получается такое клубовое сравнение 59-49. Нужно сравнивать не только 59-49, но и четко понимать, какую версию 59-го мы имеем в виду. Поэтому сейчас табличка сравнения, которая у вас под глазами, она содержит сразу три колонки. Если посмотреть внимательно, то видно, что в ВКС, в ВВ-59 и в CS-Edition, то есть в ВКС-ная версия 59-го, она стала больше терминальной. То есть исчезли телефонный функционал, ну, например, регистрация большого количества SIP-аккаунтов. Тут только один SIP-аккаунт можно зарегистрировать на ВКС. Исчезла возможность подключения DECT-устройств, DECT-трубок к 59. В телефонной версии эти возможности есть. Но, с другой стороны, в телефонной версии нет, ну, в кавычках, ВКС-ного функционала. Такого, как, например, прием-передача контента. Это есть только в VCS-Edition. Также в VCS-Edition есть более тесная, более плотная интеграция с сервисом VMS. Это реализовано в виде специальной прошивки, повторюсь, в виде специального меню. И понятно, что в ряде случаев это, может быть, не совсем удобно, но идея Ялинка такая, что заказчик должен с самого начала определиться, собственно, какое будет применение большей частью у этого аппарата. То есть, будет ли это просто телефон с редкой возможностью видеозвонков, либо наоборот, телефон становится частью VCS-решения, тесно интегрирован в VCS-инфраструктуру, и, соответственно, имеет всю полноту функционала. Видно также, что цены разные. Вендор предполагает, что VCS-ный аппарат, видеотерминал должен стоить дороже. Разница в иньюзере, ну, там 100 долларов. Да, ровно 100 долларов. Возможность перехода с одной версии на другую пока уточняется. Скорее всего, появится дополнительная ПО, платная прошивка, когда наказчик, например, купил телефонный аппарат, ну, потом по ряду причин хочет перейти на VCS-версию. В этом случае нужно будет купить лицензию и дальше обновиться до VCS-версии. Ну, такая вот история. Да, еще хотел бы отметить, что телефон научился питаться в обои, то есть раньше 49-й только от сети 220 питался, то сейчас вот новая моделька, она может питаться от вводя коммутатора. Меньше кабелей нужно тянуть на стол. Давай покажем телефон. Давай покажем телефон. Кто видел 49-й, то, наверное, он скажет, что аппарат в 2-х точно так же. Корпус точно такой же, только вот новая менюшка. Ну и камера обладает более широким углом обзора. Сейчас угол 84 градуса, был 63. То есть телефоны, точнее версии телефонов 59, VCS-эдишн и фон-эдишн отличаются не только функционалом, скажем, там перечисленным на этой табличке, но также еще у них отличается графический интерфейс. То есть VCS-эдишн заточена под функцией VCS, а телефоны, они очень похожи на версии, ну, на телефонный интерфейс 58-го. Кто им пользовался, тот, ну, как бы... Да, не знаю, о чем я говорю. Коллеги, есть у вас вопросы по телефону 59-му новому? Если нет, то мы тогда продолжим дальше говорить об новых оружия и аксессуарах. Микрофоны. Появился так называемый микрофонный массив. Характеристики, диаграмма захвата звука, она такая же, как у CP960. То есть этот аксессуар планируется, что в дальнейшем будет использоваться для захвата звука, ну, собственно, вместо CP960-го, там, где заказчик хочет перейти на более новые аксессуары. Напомню, что это 360 градусов круговая диаграмма и радиус захвата звука 6 метров. Планируется, что в будущих версиях, в будущих версиях, этот микрофон будет поддерживать стереозы. Пока поддержки стерео не. Микрофоны эти проводные. Соединяются с терминалом, они по витой паре. Возможно, каскадное соединение до 4 микрофонов. Что тоже увеличивает возможность по расширению зоны захвата звука. Совершенно верно. Хотел отметить, что так как микрофоны питаются по ОПОЯ, то самый дальний микрофон, ну, так скажем, можно назвать его последним по счету, может быть отнесен до 100 метров. Ну, сколько позволит технология ОПОЯ. Микрофоны имеют тач-кнопку для включения-отключения микрофона. А мьютить можно один микрофон или мьютить сразу весь каскад? Это настраивается через веб-интерфейс терминала. Можно сделать так, чтобы все микрофоны были зависимы. И включая-выключая микрофон на одном микрофонном массиве, выключится или включится на всех. Либо сделать так, чтобы они включались-выключались по отдельности. Панель управления. Юрий, может, расскажешь? Да, конечно. Также у нас появилась панель управления, называется у нас CP20. Представляет из себя в виде такого планшета. Сейчас я его возьму к себе и поставлю. Давай я подержу. Во-первых, у него 13-дюймовый экран. Я линк очень горд тем, что у него эта панелька имеет самую большую на рынке диагональ экрана. Интерфейс инфлюктивно понятный в виде таких плиточных. Это плиточный интерфейс, который позволяет получить полный доступ к терминалу. А именно, можно залезть во все настройки, в системные настройки, в основные настройки, можно совершить вызов. Можно предварительно посмотреть изображение с камеры. Ну и также доступен функционал collaboration, так называемый, который состоит из whiteboarding, белой доска. Вот как раз Леонид там черкал на белой доске каракулей. И функционал аннотации. Это уже, скажем, делать заменки поверх переданлайвом в конференции контента. У планшета нет устроенного аккумулятора, питается он по ОПОЕ. Терминал можно подключить до четырех панелей расширения и одновременно работать с документами. Также комплектуется с TP20 сжателем для стилуса и самим стилусом, также активным комплектуется. Здесь у нас, к сожалению, его сейчас не принесли. Также есть интерфейс USB 2.0 для записи конференции. Ну, туда вставить флешку и на флешку записывать. Есть USB Type-C. Пока он не работает и будет работать чуть позднее для передачи контента. И также будет встроенный микрофон. Да, пожалуйста. Встроенный микрофон он уже есть, но пока еще не активен. Вот, если вижу вопрос от гостя, задавал по предыдущей теме, максимальное количество микрофонов в одной цепи. Максимальное количество микрофонов по массиву VCM34, которые можно подключить к одному терминалу, составляет четыре штуки. Большее количество микрофонов терминал не поддерживает. Причем они должны подключаться последовательно, друг за другом. Надеюсь, ответил на вопрос. Кстати, розничная цена указана здесь на слайде. Да, по поводу цены хочу дать комментарий, что если открыть прайс-лист, сходить на наш сайт, посмотреть стоимость моделей, то несложно понять, несложно вычислить, что сейчас базовые конфигурации, где включена модель CTP20, они существенно, скажем так, датированы производителям, на них поставлена более, скажем так, агрессивная цена, нежели просто сумма компонентов. Сейчас выгодно и интересно предлагать заказчикам закладывать в проекты именно модели с панелью управления CTP20. Еще один комментарий, что когда раньше происходило сенсорное управление не с пульта, а с конференцией телефона, то и размер, а то больше, и сам функционал был достаточно ограничен у CTP960. То есть CTP20, оно не просто дублирование функций сенсорного управления, но и это на порядок больший функционал, это полный доступ к меню, это предпросмотр камеры и функция collaboration. То есть нельзя сказать, что просто вырвали как бы этот пульт и сделали его больше. Это решение существенно другого класса, которое позволяет, не привлекая других производителей, строить достаточно современный конференц-зал. Да, хотел еще пару слов по поводу соединения. Как я сказал, у CTP20 нет устроенного аккумулятора, ему всегда нужен кабель с поем, но у него есть встроенный Wi-Fi модуль. И поэтому у нас есть два способа подключения CTP20 к терминалу. Либо это, как показано на левой картинке, проводное соединение напрямую к терминалу, либо мы берем какой-то ПУЕ-инжектор, либо ПУЕ-коммутатор, который будет нам давать питание для CTP20, а уже по Wi-Fi CTP20 будет соединяться с терминалом. То есть, возможно, два соединения. Ну да, не обязательно стол, переговоров коммутировать с терминалом физически. Можно это сделать по Wi-Fi, но питание в ту зону, где будет располагаться сенсорная панель, нужно будет подвести обязательно. Да, то есть, походить по кабинету с панелькой не получится. Ну, если только длинный кабель. Ну, длинный кабель, в первом случае кабель будет висеть. Это да. Также, надеюсь, вы все уже знаете, у нас есть замечательное беспроводное решение для передачи контента, которое базируется на технологии Wi-Fi при помощи адаптера WF50 и WP20. По функционалу, в принципе, ничего не изменилось, кроме того, что Ялинк во втором полугодии хочет сделать поддержку Android Miracast. Если раньше данной возможностью обладали только девайсы продукции Apple, они могли по технологии AirPlay передавать изображения с мобильных устройств, либо с компьютеров, то также вот мы и планируем, что и Android устройства во втором полугодии могут это поддерживать. Причем это будет просто обновление. Нет, не нужно будет приобретать какие-то дополнительные аксессуары. Да, просто обновление было. Ну, звуковой массив тут до начала вебинара кто-то уже шутил, говорил, что там за цевьё надо держать правой рукой. На самом деле это вот тот самый саундбар, где-то примерно 1 метр 80 сантиметров длиной, такой чёрный, тяжёлый, массивный. Внутри 4 динамика по 10 ватт, 40 ватт эта колонка дает. Цена, цена вы видите на экране. Снизу у него, так скажем, мягкие подставочки, такие ножки небольшие. С обратной стороны у него крепёж на винты располагается, питается он независимо от 220 вольт, и у него есть лайн-инт 3,5 мм для подключения к терминалу, в принципе, и к любому. К 800, 500, 200. Исходя из всего вышесказанного, Ялинг предлагает вам, предлагает нам, предлагает заказчикам пересмотреть подход к прописыванию базовых комплектов в проектах. Слева колонка – это то, что сейчас доступно, ещё будет какое-то время доступно в пределах нашего склада. Те конфигурации, с которыми мы активно работали в течение, скажем так, прошлого года и начала этого года. Если говорить про 500-ю модель и 800-ю, то там основных вариантов было два. Либо с конференц-телефоном, либо с беспородными микрофонами. Если конфигурация была с беспородными микрофонами, то предполагалось, что вывод звука будет идти на какие-то сторонние устройства. В принципе, ничего кардинальным образом не поменялось, за исключением подхода к аксессуарам. По-прежнему предлагается базовая, основная конфигурация VC-800 в составе элемента управления CTP20 и двухпроводных микрофонов VC-M34. В VC-500 также базовая, старшая конфигурация, она включает в себя планшет CTP20 управления и один только микрофон VC-M34. Но считается, что переговорная маленькая, два микрофона, скорее всего, и не нужны. Также в прайс-листе в качестве готовой отдельной модели остался VC-500 с беспроводными микрофонами. Это, скажем так, концепция, идея. Теперь как это выглядит с точки зрения прайс-листа. Специальную табличку мы подготовили. Слева уже точные, четкие портномбера с розничными ценами. Те конфигурации, которые, повторюсь, еще пока актуальны, будут актуальны месяц-два, столько, сколько мы будем продавать остатки склада. А в те проекты, в те заказы, которые будут реализованы ближе уже к концу года, конец третьего квартала, четвертый квартал, предлагаем все-таки закладывать модели, которые находятся в таблице справа. Да, там есть изменения в цене, но и функционал, который предлагается в новых моделях, он существенно круче. На что хочу обратить внимание, внизу под табличкой, напоминание, комментарий такой, что в старых конфигурациях, там, где в состав входил телефон CP960, был вывод звука на динамик центральный, который находится на самом телефоне. В новых моделях, в базовых комплектах нет органов, элементов вывода звука. Поэтому, если нужен функционал, включающий в себя не только захват звука, но и вывод, в спецификацию нужно включать саундбар, который называется MS-спикер, если хочется все сделать на решениях Ялинга. Вот, хотел, Дмитрий Горьков меня опередил, я хотел добавить слова, рассказ Леонида, следующим, что снимаются с производства базовые комплекты, но вам никто не запрещает купить комплект с другими аксессуарами, а именно сам конференц-телефон с продажи не снимается, беспроводные микрофоны тоже не снимаются с производства, просто расширяется ледник аксессуаров, и появляются новые базовые комплекты, которые можно купить. Есть два комплекта терминалов, которые идут без аксессуаров. Это VC-800 Basic и VC-500 Basic. К ним вы можете отдельно купить аксессуары. Ну, к примеру, нужен конференц-телефон, отдельной позиции приобретается, ну, скажем, в коммерческом приложении будет стоять конференц-телефон. И так далее. Можно собрать любой комплект из того, что было представлено, по-моему, на третьем слайде, где у нас такое дерево было, и разделены аксессуары на аудио, терминалы, контент. Все верно, все верно. Говоря о терминологии производителей, те позиции, которые находятся в данной табличке слева, они не end of life, а end of sale. То есть не прекращается производство тех аксессуаров, которые уже потестировал, хочет получить заказчик, просто прекращается продажа базовых комплектов в виде одной позиции, из коробки. То есть если заказчик будет настаивать, что нет, я все-таки хочу получить VC-800 с телефоном TP-960 и с беспроводными микрофонами, не хочу планшет, ну, по каким-то причинам не нравится, дайте мне старую конфигурацию, а этой конфигурации уже не окажется на складах, нельзя будет сказать ей о линке, то ее можно будет собрать в виде спецификаций из нескольких строчек. Так как вот сказал Юрий. Взять VC-800 Basic, добавить CP-960 и так далее. Возможно, будет какая-то разница в цене, но я думаю, что в рамках каких-то проектов можно будет отрегулировать. Также еще хотел добавить, что произошли изменения с терминалом VC-500. Раньше у нас было две версии терминала Ялинг VC-500. Это версия PRO, или еще мы ее называли FON, и версия STANDARST. Они отвечались по функционалу и по цене. Вы это различие можете увидеть на старой комплектации, скажем, в табличке. Ялинг от этого ушел. Теперь в новых комплектах VC-500 идут с самой, скажем так, богатой комплектации. Можно сказать, теперь все терминалы VC-500 это PRO. И теперь не будет путаницы и различных в этом плане. Да, они все поддерживают 1080 в 60 кадров в секунду. Все поддерживают 365-й кодек. То есть в 500-х наведено некое единообразие. Сейчас нет путаницы. Были у нас такие печальные случаи, когда покупали люди с микрофоном, пытались, 500-х с микрофонами, дальше пытались подключать к нему телефон и натыкались на то, что оказывается 500-х бывают разные, и тот, который они приобрели, не поддерживает CP-960. Сейчас эта проблема устранена. Можно любые комплектующие, любые аксессуары подключать, не обращая внимания, не заботиться о том, заработает это или не заработает. При этом в названии, к сожалению, это никак не отражено. Но, видимо, проблема, возможная путаница останется, пока мы не продадим остатки склада. Дальше будет единый 500-й с едиными характеристиками. Это можно посмотреть все на нашем сайте. На нашем сайте уже доступны некоторые из перечисленных правой таблички комплектов. Да все они, по-моему, что доступны. И можно посмотреть вкладку «Комплектация» в каждой карточке и посмотреть, чем именно комплектуется данный комплект. Так, по поводу доступности новых моделей. Назад вернусь. Да, немножко вернемся назад. Все модели, которые справа, они прошли сертификацию, на них размещен заказ, и мы ждем поставку на склад первой партии до конца этого месяца, до конца июня. Там же приедут тестовые образцы. То есть, если у кого-то из вас есть желание взять в тест, показать заказчикам планшет, показать заказчикам новые микрофоны, это можно сделать будет, скажем так, в самых первых числах июля. Еще раз подчеркну, мы сейчас ожидаем поставку как небольшого количества коммерческих позиций, не демонстрационных, обычных, продажных, боевых, так и к нам приедет некое количество демонстрационного оборудования. Ну, сейчас у нас достаточно такая ситуация с демонстрационным оборудованием, которое есть на складе. Многие из вас знают, что есть очередь, поэтому лучше оставлять заявки заранее, если у кого-то есть проекты на тест, на перспективу, на ближайшую, на начало июля. Поэтому склад будет ограничен, и в порядке живой очереди мы будем, соответственно, отдавать это оборудование на тестирование. Так, ну что, роудмап? Да, про роудмап пару слов. Мы сейчас с вами находимся, так скажем, в левой части. Этот роудмап относится к аппаратным терминалам и аксессуарам. В текущем программном обеспечении V40, которое называется, на терминалах Ялинк появился функционал Collaboration. Ялинк его функционирует как первые версии, потому что появился функционал вайтбординга и аннотации. И терминалы научились работать как раз с новыми аксессуарами, которыми появились. То есть планшеты, микрофоны, саундбары. Они, собственно, все эти новые оборудования в нижней части таблички слева указаны. Может быть, стоит немножко, чуть-чуть детальнее расшифровать, что такое программное обеспечение V40, V41 и V42? Где живет программное обеспечение и за что отвечает? Ну, хорошо. Программное обеспечение – это софт, которые устанавливаются на аппаратном терминале. На терминале Ялинк VC 800, 500, 200, VC 880 и 59. Также Ялинк сейчас привел все перечисленные мной девайсы. Они все будут одновременно обновляться на эти поколения программного обеспечения и будут иметь единый интерфейс. То есть это поколение прошивки для платформы прошивки. Не знаю, как правильно это точно назвать. Но это поколение прошивки единое для всех терминалов. И в дальнейшем вот эти обновления будут происходить одновременно для всех устройств. Для всего модельного ряда. То есть не будет такого, что вышло новое ПО для VC 200, а для остальных остался прежний функционал. Нет. Теперь вот эти обновления будут такими как бы волнами происходить. На мой взгляд, это очень правильная идея, потому что иначе платформу collaboration, эти функции будут либо не работать, либо работать очень криво. Эти поколения будут выходить раз в квартал, примерно раз в три месяца. Ну, по срокам, кроме как квартал, у нас, к сожалению, нет. Что нас ждет в ближайшем будущем, скажем так, в следующей версии V41. Нас ждет расширение функционала collaboration, об этом мы поговорим чуть позднее. Ялинк планирует поработать над улучшением качества видео и аудио на своих терминалах. И появятся новые аксессуары, в частности, пульт нового дистанционного управления VCR20. К сожалению, кроме этого названия мы не знаем, что там нового появится. Возможно, что-то связанное с collaboration, любого включения, отключения, свершения предупреждения. Не будем гадать. Как только появится информация, мы, конечно, поделимся. Также вот функция Voice Tracking на VC200. Ожидаем. Скорее всего, Ялинк будет тренироваться на этом терминале решение Voice Tracking отрабатывать, что потом этот функционал появится и на остальных терминалах. Да, потому что запрос особенно для средних, больших переговорных на подобный функционал есть. Решение принято вендорам начать с VC200. Потому что у него секционный микрофон встроенный. Да, у него есть встроенные секционные микрофоны и проще управлять электронной камерой, чем механической. Мы не знаем причин, почему это так, но в планах четко сказано, что в следующем квартале должен появиться Voice Tracking пока на первом модели. Александр Пушкин спрашивает, Voice Tracking это наведение камеры на говорящего? Да, совершенно верно. То есть камера будет следить за спикером и, собственно, поворачивать на него. Не только поворачивать, зумировать на него. Зумировать, да. Фокусироваться на говорящем. Во втором полугодии мы ожидаем еще больше вширения функции Collaboration. Терминалы должны научиться работать с видео стандартным SVC и работать с разрешением 4К. Также ожидаем подтолочный микрофон и терминал с поддержкой 4К. 4К скорее всего будет новое. Насколько я понимаю, новый терминал, новая модель появится. Старый вряд апгрейдится. Ну, будем посмотреть. Планы такие. То есть вывести терминалы на самый современный уровень с точки зрения базовых требований. Потому что 4К это пока еще не стандарт де-факто, но такой тренд туда идет. Ну да, и часть этих функций участвует в техническом задании, могут встретиться, и чтобы выполнять эти требования есть спрос на эти функции. По collaboration давайте чуть подробнее поговорим. На данный момент нам доступны две функции, а именно это рисование на белой доске, whiteboarding, и заметки поверх контента. Всякие выделять ошибки в презентации, рисовать поверх контента, ну и одновременный доступ к контенту, передаваемый в конференции. Данный функционал сейчас поддерживается на аппаратных терминалах, вы можете внизу посмотреть под картинками с определенной версией ПО. Данную версию ПО можно скачать у нас с нашего сайта, с сайта IPMATIKA, либо с сайта вендора eolink.com. И также этот функционал поддерживается программным сервером YMS, eolink meeting сервер, опять же с определенной версией ПО. Данную версию ПО уже можно получить только у нас по запросу ко мне либо к Леониду. Версии 1.0 Что стоит отметить? Во-первых, наличие степи 20-го для работы с режимом коллаборишн не обязательно. Если у вас есть ЖК-панель с поддержкой Touch, либо интерактивная доска или интерактивная панель, как она правильно называется, на которую можно на самом ЖК-телевизоре рисовать. Интерактивная доска и интерактивная панель это два немножко разных устройства. Ну и на том и другом можно рисовать. Вот, да, то есть наши терминалы 800-й, 500-й, 200-й можно соединить с такой интерактивной доской и у вас появится сенсорное управление терминалом и вы можете сразу же также пользоваться вайтбордингом и заметками. К сожалению, на данный момент данный функционал не работает с другими производителями, то есть это решение внутри одного вендора, внутри Ялинка и Ялинка и может работать при совершении вызовов point-to-point по IP-адресу. Local митинг это когда на базе BC800 и 780 с активированной ноготочкой также функционал будет работать и если все эти конференции собираются на Ялинку техсервере, этот функционал будет работать. Я вижу вопрос. Два вопроса. Сергей спрашивает. Новые серверы при продаже будут иметь данную версию ПО? Я так имею ввиду, точнее, скорее всего, имеется ввиду YMS? Не совсем понятен вопрос. С версии 2.2 этот функционал доступен. Обновление YMS на 2.2 абсолютно бесплатно. В частности, эту версию можно уже получить у нас на потестировать. Не совсем понятно словосочетание, что такое новые серверы. Я напомню, что Ялинк не выпускает аппаратных серверов. Его продукт это программный продукт, который может быть установлен как на аппаратный сервер, отечественного производителя или импортного, неважно. Это один вариант установки. Второй вариант установки это на виртуальную машину. Ну и третий вариант на блокад. Амазон, Азора, непонятный вопрос, что такое новое сервер. Ирина Зайцева спрашивает сохранение заметок. Версия 1.0 этого нет. Вот что нас ждет в ближайшем будущем. Правильный вопрос, ответ на следующем слайде. совершенно верно. В следующих версиях нас ждет то, что программные клиенты вести VC Mobile также научатся работать с белой доской и документами, заметками. Появится совместимый с другими тендерами, с какими пока неизвестно, но скорее всего это будет поликом циска самыми популярными решениями. Можно добавлять графики, сохранять и как раз и сохранять все, что мы начеркали в виде скорее всего отдельного файла. Юрий изменил VC Desktop и VC Mobile. Это программные клиенты для персональных устройств либо для мобильных устройств. Обращаю ваше внимание, что с мая месяца эти продукты бесплатные. Я прекратил брать плату за лицензию. Это свободно распространяемое ПО. Тех из вас, кто это в проект заложил, будет приятный бонус, приятный сюрприз заказчику. Эти деньги можно будет потратить на что-то другое. Но это не значит, что развитие этого ПО будет остановлено. Видите, что по-прежнему будет дорабатываться в плане поддержки коллаборейшн. Но денег за эти продукты Ялинк лучше не берет. Для мобильных устройств можно скачать соответствующих с PlayMarket. А VC Desktop он доступен к скачиванию с сайта Ялинка. Можете с нашего сайта скачать. Тут есть вопрос Дмитрий Горьков спрашивает. С VC Mobile будет доступна трансляция контента? Сейчас VC Mobile умеет только принимать контент. Ялинк нам говорил, что планируется сделать возможность и трансляция контента с мобильного устройства. Пока данный функционал недоступен на мобильном приложении. Ну а десктопное приложение поддерживает. Кстати, хочу отметить, что VC Desktop может иметь интеграцию с YMS, с Ялинк митинг сервером, это понятно, но также он может работать и со сторонними приложениями, со сторонними серверами по H323 и C. Не обязательно использовать его с Ялинк митинг сервером, он может самостоятельно работать. Коллеги, есть ли у вас еще вопросы по коллаборейшн? Или может на некоторые вопросы не ответили? Вроде бы на все ответили. Ну, давай тогда я... Если что, в конце потом. Да, если я тебе задавать, мы после темы посмотрим, какие вопросы вы будете задавать. Ялинк митинг сервер. В версии 2.2, которая сейчас является текущей и недавно произошло обновление, у нас наконец-то появилась радостная новость, то, что появился встроенный модуль записи конференций. И прошло и 2 года, как данная функция... Не важно, Юрий, Юрий Владимирович, не важно, не надо здесь ерничать, результат налицо. Наконец-таки в составе YMS появился внутренний функционал в виде сервера записи. Раньше все предложения, которые мы делали, сервер записи, это был отдельный продукт, который работал относительно независимо. Сейчас это функционал активируем отдельной лицензии. По лицензированию мы поговорим сейчас в самом конце блока, будет табличка, где будут показаны цены и условия получения тех или иных лицензий. Александр Пушкин спрашивает, начните про функцию сервера ISE. Насколько я понимаю, функция Traversal и ISE отвечают за работу YMS в нескольких сетях, чтобы пользователи как извне, так и из локальной сети могли совместно общаться. Более подробно можно узнать в инструкциях администратора либо уже после вебинара. Александр, можете задать нам этот вопрос. Ну а мы именно затронем те новые функции, которые у нас появились в текущей версии. Про веселую АМС мы рассказывать не будем, это можно в предыдущем нашем вебинаре посмотреть. У нас презентация есть большая, отдельная, просто формат вебинара, к сожалению, не позволяет здесь подробно рассказывать, если вот так копаться, не совсем глубоко-глубоко, это где-то на полдня, наверное, рассказ. Знаю? Да. WebRTC у нас уже был, он с версии 2.0 доступен, а нет, даже раньше, еще из первых версий был доступен, но сейчас хочу что отметить, сейчас появилась поддержка подключения к конференции по WebRTC с мобильных устройств с использованием браузеров Chrome и Firefox, сам лично проверял, это удобно, причем, если вы используете более старые версии WMS, то вам система скажет, что извините, данная технология не поддерживается. Вот, собственно, вот так. И еще главная, так скажем, основная функция, которая появилась, это возможность общения чата среди пользователей WebRTC. пока только пользователи WebRTC могут общаться друг с другом, в следующих версиях я сделал так, чтобы и на терминальных аппаратах выводился чат, ну, как люди общаются, либо какие-то вопросы задают. Данная функция очень будет, так скажем, даже не будет, она и так востребована при проведении вебинаров либо обучений, чтобы дектор мог получить обратную связь. Вот, там вижу вопрос, еще, по-моему, есть от Александра Пушкина, как лицензируется сейчас подключение по WebRTC. Мы расскажем чуть подробнее, понятно, когда будут про лицензии рассказывать, впрочем, чуть-чуть подождать. Также хотели вам напомнить о том, что к базовой лицензии, которая называется конкурентная лицензия, добавляются всегда, даже в демо лицензиях 40 аудио вызовов. за них доплачивать не надо, они идут дополнительно бесплатно в нагрузку и ими можно воспользоваться по своему усмотрению, к примеру, для присоединения аудио-участников в конференцию, для совершения звонков в офисную IP-АТС. Это всегда у вас, скажем, есть. Многие про это не знают, нам поступают запросы, мы лишний раз акцентируем на этом внимание. здесь на этом слайде нет чего-то принципиально нового, это очень часто задаваемый вопрос в проектах, где наши партнеры, заказчики присматриваются к IMS, часто спрашивают, вот у меня конференция, у меня 15 лицензий, 15 человек в конференции, можно ли добавить аудио-участника, если кому-то надо что-то срочно позвонить, что делать в этой ситуации. Эта ситуация является штатной, документированной, можно добавить до 40 участников при этом сценарии, аудио только участников, не видим. Просто имейте ввиду, это важно, это часто достаточно спрашивают. Новая функция, поддержка 60 кадров в секунду. Мы такие же, как все, это функция must have, скорее всего, это требования рынка, может быть, кто-то и не пользуется 60 кадрами, но в большинстве технических заданий, которые к нам попадаются, в большинстве требований заказчика, 60 кадров это уже в каком-то смысле жизненно необходимость. Используется это дело или это просто такая тендерная отстройка, которую все пишут, ну, уже в данном случае неважно, у нас это есть, мы смело проходим в эти конкурсы, проходим к этим заказчикам. Александр Пушкин спрашивает, сейчас мы используем функционал WMS 2.2 или для вебинара мы пользуемся сторонними продуктами? Сейчас мы пользуемся решением от Mind, как вам написал Дмитрий Горьков. мы сейчас тестируем нагрузочные характеристики на WMS 2.2 к сожалению, у нас сейчас нет собственных обратных мощностей, чтобы провести вебинар полноценно на WMS. У нас такие планы есть. У нас есть план наш внутренний, мы пока не будем наш роутмап вам здесь показывать, но компания будет переходить с Mind на другую платформу. Скорее всего, это будет WMS. Не на 100%, но на наш взгляд, в WMS сейчас есть все необходимое. Вопрос да, первый, это функционалия присутствует, второй, это то, что мы должны соответствующей мощности все готовить, рассчитать, чтобы не было сбоя. У нас бывали мероприятия, где приходило 60-70 человек, и уже были проблемы, да? Ты сейчас право Майдер говоришь? Да. Ну, всегда есть решение, оно рассчитано надо определенное количество участников, но на бесконечность он работать не может, к сожалению. Когда мы точно будем уверены в том, что WMS и наш аппаратный сервер справится с задачами, причем с хорошим запасом, тогда мы перейдем на новую платформу. Даниил спрашивает, здравствуйте, наведение камеры на говорящего, в каких продуктах присутствуют. Про это мы говорили, на данный момент времени ни один из терминалов Яринг не поддерживает функционал наведения камеры на говорящего, это только появится в следующих версиях ПО и пока в виде тестирования отладки на VC200 терминале, на самом младшем. Александр Пушкин спрашивает, кроме чата, что еще отличает WMS от движка Mind? Я считаю, что это отдельная тема для разговора. WMS предназначен в первую очередь для проведения сеансов видеоконференц-связи, а Mind заточен на проведении вебинара. И в этом плане WMS в роли отстающего, потому что в плане проведения вебинара у нас есть возможность передачи видеоизображений, передачи контента и возможность чата. Опросов нету. Чего у нас нет, ничего нет пока, что есть у продукта компании Mind, это опросы. Опросы и выкладывание документов в общий доступ. Потому что вы можете сейчас в текущую презентацию скачать из вкладки документов, а там мы просто будем как будто демонстрировать рабочий стол и терминал. Надеюсь, что этот функционал появится в ближайшее время. Но вот минимальная необходимая вещь, которой не было в предыдущих версиях WMS, это чат. Обратная связь. Скласитесь, было бы не очень приятно, если бы сейчас вы не смогли с нами связаться в рамках одного продукта. Приходилось бы писать это в какие-нибудь скайпы, вайберы, ватсапы. Логично, когда это происходит в рамках одного функционала. Чат появился, мы на один маленький, но очень важный шаг приблизились к тому, чтобы делать вебинар. Загрузка документов. Я бы не сказал, что это супер необходимое. Участников вебинара презентацию можно рассылать либо до того, либо после того мероприятия. Это вопрос как-то можно обходить, в отличие от чата. Потому что если связи нет, то ее нет. Опрос. Ну, опрос, да, важная вещь. Ждем, что Ялинг ее тоже заработает. Поэтому вот как-то так. Есть ли регистрация участников? Регистрации участников нет. Регистрацию участников можно сделать какими-то сторонними решениями, но такого функционала нет. Опять же повторюсь, все-таки изначально YMS и Mind назначены для различных задач. Немножко по-разному они развивались, несмотря на схожесть. определенного функционала. Пришлите запись вебинара, пожалуйста, не победил проблему со звуком. Запись вебинара будет выложена через какое-то время на нашем канале на YouTube, а также будет выложена на Facebook. Пишите, пожалуйста, письмо. Я не слышал. Проблема со звуком есть. Извини, пожалуйста. Давайте тогда пойдем дальше. Пока вопросов нет, но если они задавайте. По модуле записи появился базовый функционал, который должен быть. Возможность старта, остановки, паузы записи. Записывается файл как лица участников, так скажем, основной видеопоток, так и передаваемый контент конференции. Не что-то одно из этого, а полноценно две этих изображения. Качество разрешения в виде изображения представлено. Можете видеть, какое поддерживается. Записанные файлы хранятся в формате MP4. Их возможно скачать и просматривать. Это функционал следующего класса. Модуль записи позволяет не только записывать, но и еще просматривать записанные конференции. можно давать доступ к файлу по ссылке. И вот этот одновременный доступ по ссылке к файлу он как раз лицензируется. Так называемый ввод лицензии либо ввод порты они называются. Можно делать различные комментарии либо заметки к файлу. Такой функционал он базовый. Мне кажется все основное в этом функционале присутствует. Вот я вижу вопрос от Даниила. Наличие возможности подключаться в одну конференцию с различными скоростями используя различные аудио-видео кодеки. Да, это есть. У вас в одной конференции могут находиться как аппаратные так и программные терминалы так и пользователи веб-ртси. И каждый будет со своей полосой пропускания работать с которой может. Вы единственное только делаете ограничение на максимальное кто может пользоваться какой полосой пропускания. Лицензия записи занимает один порт на ВМС. Ирина Зайцева спрашивает. Ирина мы чуть позднее следующий слайд должен быть про лицензию. Да, верно. Опять предсказываю предугадывать своим вопросом пока следующего слайда. суммируя резюмируя то что мы показали с точки зрения того как это выглядит как выглядит стоимость готового продукта. Первая лицензия конкурентная лицензия это основная лицензия без нее невозможно активация продукта невозможно его инициализация. требование Ялинка купить при старте минимум 10 таких лицензий. В любом случае в любом сервере всегда будет существовать 10 конкурентных лицензий. Дальше если пользователю нужно больше чем 10 лицензий то в конференцию он будет собирать 15 20 21 какое-то большее участников возможно до закупки лицензий с шагом можно купить 10 лицензий 11 12 и так далее сразу можно впоследствии до закупать лицензии купить 10 через полгода например купить еще 11 здесь нет никаких ограничений на дальнейшее приобретение это первая базовая лицензия вторая лицензия называется у Ялинка Broadcasting License они продаются эти лицензии пакетом по 50 участников если пересчитать стоимость в терминах одного порта одного участника одного подключения то видно что эта лицензия в 6 раз дешевле чем конкурентная лицензия это основное позиционирование предназначения этой лицензии как раз проведение вот этих самых тренингов лицензия активирует полудуплексное подключение когда все видят и слышат спикера а он не видит и не слышит никого обратная связь происходит с помощью того самого чата по поводу первой лицензии конкурентной лицензии был вопрос Александра Пушкина он задавал как лицензироваться в WebRTC в WebRTC никак не лицензируется отдельно конкурентная лицензия она ей все равно с помощью какого протокола с помощью какой технологии будет присоединение СИП H3-2-3 в WebRTC и с каким качеством один участник одна конкурентная лицензия да у многих других производителей либо есть разные цены в зависимости того в WebRTC частичный участник либо он СИПовый или H3-2-3 берут за это разные деньги в зависимости от того та категория или иная у некоторых производителей есть шлюз когда покупается возможность в базовой конфигурации нету вообще возможности делать соединение по СИП H3-2-3 для этого нужно купить некий пакет пакет продается на определенное количество пользователей у всех по-разному у Ялинка есть только одна базовая лицензия она на все типы вне зависимости от даже хотел бы сказать что лицензии бродкастинг также могут воспользоваться как аппаратные терминалы по СИП H3-2-3 так и программные так и WebRTC то есть и той и той лицензией могут пользоваться различные типы устройств это нету каких-то либо ограничений Ирина спрашивает лицензия записи занимает один порт на VMS я до этого еще немножко не дошел скорее надо вопрос Александр ответить сначала WebRTC клиент лицензируется как любой кодек C-Page-3-2-3 да совершенно верно лицензируется не кодек не WebRTC а лицензируется участник конференции инвариантно независимо от того с какого устройства он туда присоединяется я собственно это сказал подходим к записи значит как лицензируется запись понятно что должна быть должен быть минимальный пакет это 10 конкурентных лицензий про это просто еще раз повторюсь и значит сервер записи есть стартовый пакет стартовый набор он называется YMS Recording Package что он дает он дает лицензию на запись 5 одновременных конференций ну и плюс дает вот этот VOD Video on Demand на 500 одновременных пользователей и вот кстати сейчас можно ответить на вопрос Ирины о том что лицензия записи она не занимает конкурентной лицензии она сама отдельно лицензируется и на конкурентную лицензию никак не влияет раньше когда это был отдельный продукт да нужно было одного участника обязательно закладывать потому что происходило ну как бы там стриминг отдача отдача этого потока на сервер записи а сейчас это встроенный модуль и он не отъедает лицензию если нужно больше чем писать больше чем 5 одновременно конференции дальше можно закупать шагом один цель называется YMS recorded license купить можно 5 5 плюс дмитрий горьков спрашивает активация функционала записи повышает требования к аппаратному обеспечению YMS да повышает грубо говоря одна запись конференции занимает одного HD либо одного Full HD участника в зависимости от предполагаемого качества записи у Ялинка есть таблица с рекомендациями на данный момент для одновременных участников конференции на 10 20 30 40 и так далее мы их просили неоднократно чтобы сделать табличку вместе уже там серверными записями с лицензивным броудкастинга но если вам надо рассчитать вы можете обратиться к нам мы вам дадим рекомендации по аппаратному требованию к YMS изменения в документации я так понимаю что Ялинк еще не внес в свою но в принципе эта информация она есть вопрос когда эти рекомендации будут выложены в документах какое-то самое ближайшее время потому что производитель понимает важность вопросы эти стали появляться сейчас с некой завидной регулярностью те рекомендации те формулы подбора железа которые есть в документах они не учитывают записи не учитывают плохо учитывают броудкастинг у нас есть формула но ждем когда Ялинк выложит этот документ если надо что-то срочно обращайтесь мы выдадим свою рекомендацию Данил Спараш наличие функций по преодолению межсил экранов с использованием протокола SIP и H460 да такие функционалы есть посмотрите в первый слайд про YMS эти протоколы там указаны то есть YMS умеет работать одновременно в нескольких сетях и из-за этого у нее есть несколько способов развертывания про это рассказывать мы не будем это не тематика нашего сегодняшнего по поводу 1 если хотите да вот кому это нужно кому интересно мы готовы прислать длинную большую подробную презентацию где каждый функционал там каждая строчка дата шите документации по YMS подробно разобраны с примерами со скриншотами и так далее формат вебинара не позволяет сейчас подробно копать в эту сторону Игорь Спарашек новая версия YMS 2.2 предполагает автообновление через веб-интерфейс с нижних версий автообновления у нас нету только вручную скажем так через веб-интерфейс выбираете и обновляете вашу версию YMS с версии YMS 2.0 можно без проблем обновиться до версии 2.2 если у вас более старая версия 1.4 то там есть определенные нюансы пишите нам мы вам про них расскажем коллеги у нас в конце презентации будут наши контактные данные наверное если вы хотите получить какую-либо инструкцию наверное лучше чтобы вы нам написали вот так там по поводу прислать презентацию Александр Пушкин точните пожалуйста по лицензии проуткастинг написать подключение на предыдущем слайде Александр может быть что именно вы нам напишите или в каком ключе уточнить лицензируется 50 одновременных участников шаг дальнейший квант это 50 можно купить 50 100 150 и так далее давайте попробую так тогда рассказать может быть будет понятнее конкурентная лицензия конкурент колайсенса эта лицензия активирует активных участников конференции это пользователи которые могут передавать свое видео и звук в презентацию конференции и принимать от других участников таких же видео и звук пользователи которые используют лицензию бродкастинг это пассивные слушатели можно их так назвать они только принимают аудио и видео но передавать не могут схема применения имеется ввиду наверное какой кейс подразумевает слово модное какой можно придумать схему для заказчика понятие тогда вопрос ну представьте себе какую-то компанию большую с распределенной инфраструктурой у которой есть офисы в разных городах эта компания проводит регулярные внутренние совещания там чуть ли не ежедневные сейлы собираются обсуждают какие-то свои сейловые вопросы бухгалтерия тоже собирается какие-то тренинги еще какой-то персонал собирается менеджер персоналу проводит удаленные собеседования и так далее и так далее штатная задача которая решает видеоконференц-связь где все участники полностью активны то есть полнодуплексные все видят и слышат всех могут передавать какие-то документы работать с ними и так далее и так далее но при этом раз в квартал предположим высокое руководство хочет собрать на видеоконфу там всех своих участников всех своих сотрудников вне зависимости того где они в данный момент находятся дома на рабочем месте в конференц-залах в отпуске и так далее чтобы довести какую-то важную информацию поздравить с 8 марта и сказать что всем выписана большая премия или наоборот все депримированы ну не важно чтобы в эту видеоконференцию попали все при этом совершенно не обязательно чтобы в данной ситуации тот кто докладчик высокое руководство видела и слышала всех до него достаточно что все все как бы подключились и видели и слышали данного спикера понятно что в этой ситуации заказчик не хочет платить деньги и иметь у себя количество конкурентных лицензий равному максимальное количество максимальному количеству подключаемых заказчиков он хочет там сэкономить но при этом снижая требования к этим участникам тоже максимум наполовину обрезаны вот для таких задач существует бродкастинг то есть это всевозможные тренинги в одну сторону когда спикер отдает информацию в ответ получает только вопросы с помощью какого-то месседжера или чата что еще это может быть лекции тренинги такие вот выступления корпоративные ну вот подобного рода задач вот такие вот варианты текущей версии вмс работает ли отображение статуса абонента виси десктоп зарегистрированный зарегистрирован нет к сожалению на виси десктопе такой функционала нет ну и на вмс то есть просто выгружается записная книга с возможностью по ней позвонить так я понимаю это и есть возможность проведения вебинара абсолютно ну опять же многие тема вебинара она достаточно такая тонкая неоднозначная потому что разные задачи у вебинара его обучение в зависимости от того какие задачи ставят организаторы вебинара и какой функционал хотят получить участники вот в принципе как вебинар с определенным набором характеристик да с помощью именно этой лицензии проводить и можно ну вебинар это такое понятие требующей трактовки и детализации потому что многие вкладывают в него немножко чуть-чуть разные разные понятия ну в принципе да вот это кейс дистанционного обучения тренинга как раз Александр Кошкин я имею ввиду один лектор и 50 слушачек да совершенно верно подожди тут гость спрашивает можно сделать две комнаты по 25 человек вы можете этими конкурентными лицензиями разбивать их как угодно по комнатам к примеру допустим предположим возьмем минимальный пакет 10 одновременных вызовов 10 конкретных лицензий вы можете как сделать две виртуальные комнаты по пять участников либо пять виртуальных комнат по два участника пожалуйста здесь вопрос можно ли пятьдесят броудкастингов и точно такая же пошинковать в разных комбинациях точно такая же ситуация и с лицензиями броудкастинга не имеет значения сколько виртуальных комнат ну главное чтобы общее количество этих слушателей не превышало 50 если вам нужно 75 получить слушателей то вам нужно докупить эту лицензию но еще раз в сумме вы получите 100 дальше рокмап не останавливаясь на достигнутом Ялинк доводит информацию что развитие продукта ВМС будет продолжаться ожидаем что ВМС к концу года также получит поддержку 4К как и терминалы про которые мы говорили в предыдущем блоке нашего вебинара появится поддержка 265 кодека и что еще из интересного запись функция записи в сетевое хранилище сейчас в некоторых проектах не мелких заказчиков это требование к серверу записи является практически обязательным либо показать этот функционал этот функционал имеется ввиду возможность записи конференции не только на локальные серверы на локальные дисковые пространства но и куда-то в сетевое хранилище либо четко обозначить сроки ну вот сроки пока второй полугодия третий квартал ждем что к осени в начале осени этот функционал появится скорее всего это будет конец августа начало сентября что-то появится какая-то версия вот ну здесь он уже у нас по войной заканчивается поэтому давай посмотрим может быть вопросы по все же насчет отображения неужели такой функционал не востребован не могу не согласиться что такой функционал не востребован он востребован но вот пока пока нет не можем сказать когда он будет определенно наверное он есть в планах ялинка но как видно вот в следующих версиях может быть он и есть в плане но здесь как бы не отображается у нас пока нет информации по поводу отображения статуса насколько у меня есть информация что виси десктоп и виси мобайл будут скажем их внешний вид изменяться перерабатываться скажем так возможно с этим что-то новое появится но к сожалению мы вам ничего конкретного сказать не можем ну вот это наверное все по поводу ВКС продуктов сейчас будет небольшой анонс продуктов ялинка который относится к третьему направлению к третьему дивизиону департаменту ялинка по разному можно называть это решение для скайпу бизнеса и кимс и зума еще раз обращаю ваше внимание что у ялинка сейчас три направления развития три продуктовых направления это телефоны с чего этот лидер рынка на чем этот лидер рынка состоялся это видеоконференц связь второе направление которое сейчас активно развивается последние четыре года и решение для Microsoft для Microsoft и для зума кое появились по-моему в конце прошлого года предварительный анонс был но старт продаж он случился когда весной на СЕ был официальный анонс официальный релиз этих продуктов пока вопросов нет пока вопросов нет будут сейчас буквально три слайда это слайда такие вот как бы обзорные которые покажут ширину продуктового ряда для Microsoft решений и для зумовских решений у нас есть отдельная презентация если вас это интересует то присылайте пожалуйста запросы к сожалению еще раз повторюсь формат вебинара не позволяет подробно рассказывать про каждую модель ну начнем с Microsoft есть две как бы подкатегории в этой линейке первое это аудиоустройство они перед вами да это телефоны обычный модельный ряд может быть перепрограммирован для использования лицензирован для использования с решениями Microsoft кроме одной модели QT55A это телефон который только заточен под Sky for Business и Teams серединки телефонные они при помощи прошивки могут там либо с обычными базовыми протоколами работать сипом либо с Teams и справа это USB спикерфон обращаю внимание на одну интересную вещь это WP59 на предыдущем на одном из предыдущих слайдов вы видели что он существует в двух ипостасях на самом деле он будет существовать в трех ипостасях потому что под Sky for Business Teams нужно будет еще одну третью отдельную прошивку на него устанавливать заказчик должен будет вообще там с самого начала определиться а кто такой тот 59 который ему у вас есть уже Teams пока нет пока нет поработать ну нет я имею ввиду по поводу прошивок когда они поступят пока нет информации 59 и видео видео устройство то есть 59 сюда попал он не как аудио устройство он уже ну он пробрался и в эту презентацию VC200 это обычный VC200 который просто перепрошивается переустанавливается да лицензируется под Microsoft Teams а вот три оставшиеся модели это специальные наборы специальные модели собраны предназначены для использования с Microsoft несмотря на внешнюю схожесть камер которые вы видите на этом слайде внешнюю схожесть этих камер с нашими терминалами на самом деле это разные устройства есть нет внутри этих корпусов не терминалы сделаны а сделаны просто камеры USB которые подключаются к мини-PC к нюку который входит в состав вот этих всех устройств MVC500 и MVC800 уже доступны к заказу я думаю что мы их привезем наверное где-то к концу июля к середине может к концу июля а модель многокамерная MVC900 она будет доступна чуть позже ближе к осени вот пока такой вот такой вот модельный ряд предлагается для Microsoft ялинк терминал ялинк поддерживает работу со многими практически со всеми ведущими мировыми облачными платформами их можно настроить для того чтобы они общались нормально вот ко всем лидерам которые есть в списке на данном на экране приведены на этом слайде я хотел бы сказать пару слов что вот этот слайд он показывает что любой терминал ялинк обычный который не для Microsoft который работает по СИП его можно выбрать аккаунт для с какой-то одной облачной платформы например на VDEX Zoom Vexit но для работы требуется приобретение на облачной платформе скорее всего шлюза чтобы он поддерживал CIP H3.2.3 то что будет в следующем на слайде для Zoom здесь используется подобное решение как для Microsoft Teams здесь NUC стоит USB каймери конференции телефонов и не нужно приобретать что-то скажем шлюз на решение Zoom а это оборудование уже заточено на работу Zoom и вы тратите только на приобретение этого комплекта а не какого-то еще шлюза конвертера и того подобного ну да для Zoom есть два готовых набора помимо того что NUC там еще на телефоне установлен Zoom который совсем Zoom радио устройства это решение заточено для работы Zoom и не может к примеру сибом работать с какими-то базовыми конференциями с Microsoft а именно готовый комплект для работы с конкретным решением вижу есть вопросы Александр Кушкин спрашивает это вы про камеры в корпусах VC200 и 500 и насколько я понимаю это был вопрос про USB камеры давайте немножко вернемся в комплектах MVC500 и MVC800 в комплект входит NUC в виде такого прямоугольного квадратного коробки саундбар панель управления N-Touch она называется такая сенсорная панелька это не CTP20 там используется а свое решение а камера это USB камера выбрана в корпусах терминалов VC500 и VC800 камера симпатичная зачем было бы думать новая логично а VC200 это терминал такой же как и VKS только с другой прошивкой так как VC200 и WP59 это устройство на операционной системе Android то их можно перепрошить и пользоваться тем функционалом который нам необходим так Александр Пушкин сейчас спрашивает предлагается добавить к камере USB интерфейс но я думаю это мы уже ответили и о подключении к тому же наверное мы Александр ответили на ваши вопросы на NUC много USB входов достаточных для подключения всех устройств также различные публикации существуют и с такими проводными микрофонами с беспроводными микрофонами в зависимости от размера помещения в МВС 900 судя по фотографии добавится все-таки какой-то хаб концентратор делегатор который поможет Нюку собрать все это хозяйство потому что ну 9 камер вряд ли один будет не знаю давай не будем гадать просто видно что там добавляется еще одно функциональное устройство которое есть на рисунке ну получим таташид получим описание поделимся обязательно наверное стоит отметить что VC800 у нас по-моему есть один экземпляр на него можно посмотреть если прямо есть такая необходимость можно приехать к нам в офис и посмотреть также если есть необходимость посмотреть на новые аксессуары они у нас есть также в нашем офисе на них можно посмотреть пощупать если у нас заранее предупредить если это нужно срочно вопрос проект не может ждать до конца июня когда приедут уже там бросцы количество которым можно подавать практически все что мы сегодня про все что мы сегодня рассказывали есть у нас лаборатория готовы ответить на вопросы наши координаты на экране планировалось что у нас на вебинаре будет участвовать инженер Ялинка к сожалению у него там возникли какие-то очень срочные задачи он не смог попросил нас принести свои извинения кто не знает скажу что у Ялинка появился скажем так русскоязычный русскоязычный инженер теперь я думаю что будет все прекрасно с точки зрения поддержки проекта человек говорит по-русски прекрасно лучше нас что-то как-то у него такой как на уроках литературы русского языка все 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 очень все очень здорово стало с точки зрения поддержки Олег спрашивает и по ВКС вы имеете ввиду инженер Ялинка он по какому направлению этот данный отдел у Тербеков он работает только по ВКС не с телефонами не с решениями Microsoft Zoom он не работан он работает по ВКС это сотрудник Ялинк он локализован его рабочее место находится в Китае в штаб-квартире в Симуине но предполагается что он часто и много будет здесь находиться основная его цель нахождения здесь это конечно же встречи с вами и возможные поездки к конечным заказчикам для того чтобы лучше качественно и быстрее представить продукцию идеально ну то есть он будет помогать нам с Юрой в сложных проектах это мощный ресурс который я предполагаю что он хорошо владеет русским английским и китайскими языками все мне есть спрашивается лицензия Microsoft для VC200 для Teams уже доступна на сайте Ялинк насколько я знаю пока еще нету официальной прошивки на VC200 есть по-моему бета прошивки возможно их можно получить а лицензии только по запросу причем лицензии по запросу на MVC500 на MVC500 и не нужно и на VP59 по запросу через нас Ялинк да напишите данный про проект и потому что Ялинк предоставит телефончик есть мы можем вам дать китайский телефон Ялинка вы имеете ввиду телефончик Адиля наверное напишите ему почту почта на экране если он сочтет нужным даст вам даст вам свой телефон кажется так будет правильно Александр Пушкин спрашивает коллеги извините отвалился на пару минут повторите пожалуйста про версии телефон ВП59 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 будет существовать в трех в трех вариантах вариант первый это телефон флагман линейки видеотелефон с возможностью регистрации 16 аккаунтов и так далее и тому подобное спецификацию подробную можно посмотреть на нашем сайте вторая его ипостась это Ялинк ВП59 ВСС Эдишн опять же подробные характеристики можно посмотреть на нашем сайте но уже в разделе видеоконференция потому что функционал ВП59 ВСС Эдишн существенно отличается от телефонной версии третья ипостась ВП59 это Sky for Business Teams Эдишн Sky for Business Teams Teams Эдишн то есть Microsoft Эдишн подробных характеристик у нас пока сейчас нет но ждем ближайшее время что они появятся равно как и прошивка для того чтобы сделать его Microsoft ready она доступна по запросу вот три варианта стоимость у них разная телефонный аппарат будет стоить 700 долларов практически та же цена что и D49 а вот VCS Эдишн и Teams Эдишн они будут стоить дороже потому что там будет дополнительный функционал такой для корпоративных решений такая история Сергей спрашивает продавать VC200 для Teams уже можно или пока подождать насколько у меня есть информация что не VC200 и VP59 еще не анонсированы на сайте Microsoft и не скажем у Ялинка тоже есть своя вкладка с данными терминалами еще нет коммерческих программ коммерческого программного обеспечения и соответственно лицензии поэтому скорее всего пока нет Я бы ответил так что потестировать можно наверное и нужно а вот продавать я бы не спешил пока нет официального анонса официального разрешения официальной сертификации да и цен на вот эти вот вещи скорее всего они будут стоить столько же сколько стоит обычный 200 и 59 VCS Edition но все-таки давайте подождем официального пресс-листа вот тесты приветствуются а продажи ну пока там снег с некой осторожностью потому что подписываться под определенные сроки и цены пока не готов не олинг у нас нет информации Александр Пушкин спрашивает то есть купив VCS Edition а не Phone Edition телефонная версия могу купив лицензию перейти на VCS Edition да можете но по-моему цена уточняется предполагается что эта лицензия будет стоить 100 долларов то есть что сразу купить VCS Edition что купить Phone Edition потом перейти это будет стоить те же денег но технологическая возможность такая конечно же есть в принципе вы можете вот Александр Пушкин спрашивает получить возможность получить его включить его QMS в принципе 49 и Phone Edition можно зарегистрировать на VMS но у вас не получится не получите интеграционных возможностей календаря MidNow функция спотальных конференций работа с контентом то есть вот этих функций не будет вы сможете быть там одним видео участником конференции с контентом будет не очень удобно работать будут ограничения 59 будет в этом случае как стороне устройство для VMS да работать он будет потому что звонки какой-то где тут строчка или хочешь перечислить звонки можно только по сипу принимать по H323 нельзя это ну да точно 100 долларов стоит лицензия то есть в принципе лицензия она уже есть на сайте есть на нее цена вы можете посмотреть разница кругуя 100 долларов так ну что полтора часа уже ну она не примерно она 100 долларов у нас цены на сайте динамические каждый день пересчитываются по курсу ЦБ поэтому она стоит 100 долларов а какие рубли ну это каждый день каждый день разные коллеги мы уже полтора часа с вами очень приятно очень круто что вы не хотите не хотите нас отпускать здорово мы еще минут пять буквально посидим подождем может быть у вас у кого-то будут вопросы единственное что мы выключим микрофон и спрячемся открой слайд с нашими контактами да может кто-то не успел записать если не успеете задать здесь вопрос пишите в почту там звоните там есть наш телефон есть наши внутренние внутренние экстеншены поэтому милостя просим так же если вы захотите потом прослушать или там вспомнить о чем мы рассказывали через некоторое время запись данного вебинара будет на нашем канале на ютубе на фейсбуке она по-моему практически сразу появляется трансляция чуть ли не сегодня она должна быть а на ютубе она через день или два там конвертации будет выложен александр пушкин просит уточнить по поводу общей доски они закончили сейчас давайте вернемся на этом остановимся наверное по факту мы получаем совместный доступ к белой доске где мы можем рисовать какие-то графики что-то такое несложное потому что рисовать на более профессиональных решениях нужно самое главное это то что в рамках конференции кто-то передает из участников контент какую-то экселинскую табличку презентацию она идет отдельным потоком по протоколам BFCP и H239 то есть оконечное устройство должно ее поддерживать и соответственно вот этот контент который передается на нем можно делать пометки выделять ошибку выделить что в этом предложении уважаемая вас ошибка подключается без проводов не совсем понятно что подключается без проводов режим ну там рисование скажу так который вызывается одновременно на всех участников конференции есть второй режим это аннотации тут как бы соединение двух вещей первое это контент который загружен туда презентацию да он может передаваться без проводов с помощью наших WPK20 шлейфов беспроводных и вторая возможность это заметки поверх этого документа ну классический как говорят кейс это например редактированный договор когда две стороны удаленно загружают документ вортовый начинают по нему чирик 21 мы принимаем 23 не принимаем а пункт 23 там точка один там принимаем на другую редакцию почирикали дальше этот документ сохранили и отдали секретарше чтобы она напечатала новую версию договора что здесь дистанционное прошу прощения без проводов передается не совсем понятен вопрос контент да он может конференцию в эту передаваться без проводов вот планшет я так понимаю тоже может соединяться с помощью беспроводного кстати конфликта не будет если мы одновременно и контент и планшет беспроводного соединяем нет не будет потому что канала будет достаточно наверное возможно Александр хотел уточнить как можно подключить степи 20 к терминалу можно по кабелю например на G45 либо через Wi-Fi Дмитрий Горьков спрашивает с VCD будет это доступно наверное работать с whiteboarding и аннотациями пока не доступно но в следующих версиях я планирую сделать эту возможность да там был слайд который назывался collaboration 2.0 и там как раз была поддержка всех терминалов включая программные терминалы VCD планы есть туда не только аппаратные подтянуть но и программные тяпы Александр Ракушкин пишет будет зарок включать его по ВПП20 ну это прямая что тут у Александра ну мы уже показывали что его можно включить по Wi-Fi поэтому пожалуйста включайтесь да пожалуйста питание не забудьте а так да мы тогда наверное заканчиваем будут если вопросы у вас вы можете нам по почте написать спасибо вам за присутствие да большое спасибо до новых встреч до новых встреч